Что происходит в мире? Почему меняется климат? Продолжаем собирать пазлы и составлять целостную картину происходящих климатических изменений на планете. Июль 2017. Месяц стал самым теплым за всю историю медианаблюдений. В Турции, в городе Анталия, зарегистрировано рекордное повышение температуры, а в Аргентине – рекордное понижение. В Чили выпало аномальное количество снега. Месяц стал самым холодным для страны. Ледник Ларсенце площадью 5,8 тысяч квадратных километров и массой более 1 триллиона тонн откололся от Антарктиды. Япония пострадала от шторма Нанмадол. Вследствие возникших наводнений были эвакуированы 664 тысячи человек. Сезон дождей продлился в Индии. Со штата Ассам из более 750 деревень были эвакуированы 400 тысяч человек. В Китае от непрекращающихся дождей пострадало 12 миллионов человек в 11 провинциях страны. В Британской Колумбии и в Канаде пожары охватили 38 тысяч гектаров леса. Впервые за последние 15 лет было введено чрезвычайное положение. Свои дома вынуждены были покинуть 47 тысяч человек. В Бангладеше от наводнений пострадало 650 тысяч человек. Повреждены 12,3 тысячи домов. В Нигерии от наводнений пострадало свыше 145 тысяч человек. В Мьянме от наводнений пострадало более 80 тысяч человек. Потоплены 19 тысяч домов в 35 населенных пунктах. Свыше 30 тысяч человек были эвакуированы. В США продолжающиеся пожары распространились на более чем 35 тысяч гектаров. В Португалии возникло свыше 100 очагов возгорания лесов. Во Франции лесные пожары распространились на 3 тысячи гектаров. Свои дома вынуждены были покинуть 12 тысяч человек. В Италии из-за засухи понизился уровень воды в озере Брачано. Рим оказался под угрозой нехватки питьевой воды. В связи с экологической ситуацией все фонтаны, в том числе 2500 питьевых фонтанов, были выключены. Был введен почасовой график подачи воды. В глубине моря вечная тишина. Ураганы бушуют на поверхности. Там и проходят. «Люди могут многому научиться у моря. Сохранять покой внутри, что бы ни происходило снаружи». Эльчин Сафарли «Есть зрелище, более величественное, чем море. Это небо. Есть зрелище, более величественное, чем небо. Это глубина человеческой души». Виктор Гюго 26 декабря 2004 года вблизи острова Семеолая произошло землетрясение магнитудой 9,2, которое вызвало масштабнейшее за всю современную историю цунами. Береговая линия Азии была разрушена. Почти 300 тысяч человек не смогли спастись во время этого бедствия. От 30-ти метровых волн сильно пострадал Таиланд. Хотя земные толчки в регионе были едва ощутимы, но спустя час животные и птицы стали убегать, а вода резко ушла от берега. Вернулась вода с огромной скоростью – 500 км в час и хлынула на сушу, устремляясь на несколько километров вглубь полуострова. Несмотря на огромное разрушение и количество пострадавших, люди не отвернулись друг от друга, помогая и заботясь о каждом. Все люди, независимо от наций, делали всё возможное, чтобы спасти других людей. В такое непростое время многие увидели важность проявления человечности и доброты, исчезли иллюзорные границы между людьми, у всех произошла переоценка ценностей. Многие поняли, что люди и их жизни – самое ценное и главное в жизни. Местные жители, живя в бедных материальных условиях, делились всем, что имели сами – едой, одеждой и другими материальными вещами. Когда о катастрофическом событии узнали в мире, люди с разных стран также подключились к помощи пострадавшим от наводнений. Людям не нужно ждать бедствий, чтобы протягивать руку помощи, а уже сейчас нужно объединяться. Только сплотив совместные усилия, при искреннем объединении людей на духовно-моральных принципах, возможно преодолеть любые катаклизмы и их последствия в эти непростые времена изменения климата на Земле. Всегда и везде оставайтесь человеком. Объединение людей – залог выживания человечества. Учитывая нарастающую интенсивность климатических бедствий на Земле, сейчас, как никогда, нам, людям, важно разобраться в том, кто мы и для чего в действительности нам дана эта жизнь. Глубокие и честные ответы на эти ключевые для каждого вопросы даны в уникальном фильме на канале АЛЛАТРА ТВ. Это больше, чем фильм. Это живая книга, сознание и личность от заведомо мертвого к вечно живому. Если вам понравился наш выпуск, ставьте лайк, делитесь видео с друзьями, подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе новостных климатических событий в мире. АЛЛАТРА ТВ